Макияжем я занимаюсь уже более 10 лет. Я начала изучать макияж, когда участие в университете пошла на курсы имиджмейкеров. И это обучение длилось полгода, при этом большая часть была посвящена именно макияжу. Именно тогда я уже начала работать на телепроектах. Тогда в Уфе был телепроект «Школа звезд», в котором как раз таки я наносила макияж многим участникам. И это то, что, наверное, меня зацепило. Это было очень прикольно. Вся эта атмосфера, кастинги, звезды, съемки. Конечно, меня в 19 лет это очень подкупило и заинтересовало. Очень продолжительный и такой основательный для меня этап – это работа в бренде «Мак Косметикс». Я работаю там уже более 7 лет. И это действительно тот бренд, который вырастил меня из самого начинающего визажиста. Визажисты, которые проводят большие мастер-классы, обучают других визажистов. И, конечно, это очень большой опыт для меня. Также это показ Анастасии Задориной на благотворительном балу в Люксембурге. Это тоже был очень интересный опыт и очень необычно. И работа для телеканала НТВ в программе «Однажды» с Сергеем Майором, который очень много меня научил и благодаря которому я проработала с очень многими российскими звездами, как Федор Монтарчук, Алексей Гуськов с музыкантами, с Алексеем Кортневым, с Димой Биланом. Конечно, мне нужно было найти такой подход, чтобы они чувствовали себя комфортно в кадре и чтобы при этом моя работа была выполнена идеально. Мы делали очень часто макияж для мужчин и чтобы он выглядел естественно, но при этом все-таки кожа была заматирована и выглядела идеально, мы использовали праймер, после этого использовали пудровую тональную основу и еще раз праймер. То есть даже на близкой съемке макияж смотрелся естественно, но при этом не было ощущения, что он есть. Я очень много работала для различных созданий, для журналов. Например, в Fashion Collection магазин мы делали потрясающую съемку со стилистом Галой Борзовой. Также мы делали для журнала StarHit обложку, на этой обложке была Оксана Федорова, это бывшая мисс Россия, очень известная сейчас. И также делали очень много съемок с российскими певцами, певицами, различными селебрити. Я выступала на этих съемках как визажист. Также я участвовала в Mercedes Fashion Week и Moscow Fashion Week, Bosco Fashion Week как K-Makeup Artist для показов различных брендов и дизайнеров, таких как Александр Арутюнов, Виктория Андреянова, Brooks Brothers и многих других. Конечно, я стараюсь в первую очередь пообщаться с человеком, понять на какой он волне и подстроиться на эту волну. Словить его настроение, что сейчас он испытывает, что чувствует, побольше расспросить, как он вообще видит макияж. Особенно, если это девушка, конечно, она привыкла уже к какому-то макияжу, который она делает себе ежедневно, либо не делает наоборот. И, конечно, чем больше информации я получу о человеке, тем мне проще. Наверное, меня и отличает и объединяется многими профессионалами этой целеустремленность и любовь к своему делу. Да, и при этом, наверное, отличает то, что я общаюсь с очень многими людьми и всегда в любом человеке нахожу что-то очень хорошее. И каждый мой проект меня ведет к какому-то следующему проекту, и каждое мое знакомство меня ведет, опять же, к моим новым проектам. Мой следующий этап, наверное, это работать в интернациональной команде. Мне очень хочется работать на международной неделе моды, например, в Нью-Йорке. Да, это потрясающе. Это работа с лучшими визажистами мира. И очень интересно поработать в киноиндустрии. То есть это тоже такой новый этап, который я только-только начинаю изучать. Я учусь у других визажистов, смотрю, как они работают. И, конечно, какие-то фишки от них получаю. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»